Продолжение следует... 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 Ирины Фурдик, которая тоже входит в состав сборной и готовится к международным стартам Остальные все когда-то победители и призеры чемпионатов первенства России среди юниоров, среди взрослых Поэтому я думаю, что собравшись с таким небольшим коллективом Нам будет сподручно поддерживать друг друга, поднимать И это видео будет состоять из трех частей Первая часть это вот эта, которую вы смотрите Вторая сама контрольная тренировка, но не полностью В основном только мои подъемы и комментарии Размещу несколько подъемов сильнейших наших ребят для разнообразия А вообще видео контрольной тренировки тоже будет отдельно И следите за каналом и вы его посмотрите И третья часть это вывод о результатах этой тренировки Морально я настроен Физически, наверное, тоже Ноги, правда, будут слабоваты Не знаю, как получится, поведет И в первую очередь буду контролировать спину Если либо будет теряться контрольной спиной Или появятся какие-то неприятные ощущения в спине Естественно, я дальше не буду продолжать Буду заниматься ее восстановлением Все, пошел на тренировку Сергей Филатов, мастер спорта Неоднократный призер Первенства России среди ветеранов Чемпион этого года среди ветеранов Виктор Кудимов Неоднократно был на сборах в сборной России 11 лет не занимался Тоже были проблемы с поясницей, со спиной Сейчас вернулся в спорт И тоже вместе с нами поднимает Вот Спину немножко наклоняю Все это всегда так делал Михаил Филатов Сын Сергея Филатова Года два уже тренируется Вот небольшая техническая ошибка Закрепостился в плечах Павел Епифанов Кандидат мастера спорта Не успел он выполнить мастера Перестал заниматься штангой Но остался верен Вернулся Пробовал себя в селом троеборье И все равно вернулся в тяжелую атлетику Ну вот Алексей Корытько Тренер Светлана Щербакова И Ирина Фордик Про которых я говорил Вот я поднимаю рывок в стойку Пока еще разминочные подходы идут Спина нормально реагирует Задал таз Не сразу в сет Просел Андрей Марков делает зачет Зачетный подход Мастер спорта международного класса Это уже зачетный вес 55 килограмм Первый подход Самый волнительный Потому что Не поднимая такие веса Не знаешь как поведет спина И вот радость От того что все в порядке Это следующий подход Естественно приходилось Каждый раз настраиваться Все время думаешь о спине Контролируешь И вот начиная с этого подхода Что тут не пошло в сет Почему-то стал в ПП поднимать Ну мне так показалось Очень даже комфортно И я не стал ничего не менять Потому что Самое главное было Это поясница, спина Поэтому Стал поднимать Как он поднимается Мужская Ну тут немножко Руки опоздали И вот 70 килограмм Последний зачетный вес Четвертый подход В глубине души Когда уже размялся Уже хотелось Конечно Этот вес поднять Не 60 Как я был настроен Или планировал Судя по своим Тренировочным весам Но думал Что вот 70 Вырву Будет хороший результат Хорошая точечка От которой можно Идти дальше Ну да Вот опять Через стойку Сел Ну главная спина Ничего страшного Это уже толчок Филатов Михаил Я разместил здесь Такие наиболее интересные Подъемы Кому интересно Посмотреть Всю контрольную тренировку Я в ближайшее время Размещу Корытька Алексея Опять Настраивается Тоже Вообще Я считаю Правильным Когда тренер Продолжает тренировки Тренирую Своих подопечных Потому что Создается связь Такая Постоянное взаимодействие Со штангой Ты Когда Спортсменам Что-то Рекомендуешь Или советуешь Объясняешь Что Не пропадает Вот это Взаимодействие Со штангой Ты понимаешь Что ты говоришь И Все ощущения Которые ты испытываешь При подъеме Они свежие Незабытые Непридуманные Они реальные Андрей Марков Делает зачетный подход Не стал он До упора Скажем так Хоть и тренируется Проходиться Потому что У него была Зимой После Нового года Травма плеча Еще не до конца Установился Павел Епифанов Старается Молодец Очень упорно Поднимает И серьезно Относится К тренировкам Жалко В более молодые годы У него не было Такой возможности Вектор Худимов Рекордсмен Московской области Многократный победитель Московской области Как говорит Все время Хотел вернуться И вот Наконец-то Это сбылось Также Боясь В спине В голове Как он рассказывает Не дает прогрессировать Вот Андрей Марков 145 килограмм Сергей Филатов Сергей Филатов Только приступил К систематическим тренировкам Поэтому форма Не идеальная Но все равно Старается Пробует Пройтись До предела Это у меня Разминочный Подъемный толчок На грудь В сет По-моему Протяжка Протяжка В сет Толчок Толчок Локти немного дрожат Еще По сравнению с рывком Здесь вроде бы Я в сет Сажусь Нормально Но тут Есть еще Особенность Потому что В рывке Когда садишься В глубокий сет То нижняя часть Позвоночника В глубоком седе Она прогибается И Вот именно Как раз В этом положении Создается Болевое ощущение А в толчке Это место Оно более Ровное И Позволяет Вот так вот Сразу садиться В сет Не думать о спине О пояснице Как она отреагирует И все время Я вот обратил внимание На последних подходах И в рывке И в толчке Последние два подхода Они Создавали Нагрузку На поясницу И все время Приходилось Дополнительно Напрягать мышцы Для того Чтобы Ничего не сместилось Во время подъемов Ну а это уже 75 килограмм Первый подход Зачетный Всего у меня Их было 5 Неправильно Начал Первый подход Не то что Неправильно Естественно Начал С самого Комфортного Подхода Который Гарантировал Мне что я подниму И Будет хоть Какой-то результат Ну и с каждым Подходом Я прибавлял По 5 килограмм Спина Нормальная Вот Леша Корытько Пошутил Сейчас я подниму И ребята Все захлопаются Как будто Рекордный Подъем Ну в какой-то степени Все Но приятно Прибавляешь Прибавляешь И все Получается Это же хорошо Это же мотивирует Может быть Поэтому С учетом того Что никаких Казусов Не произошло У меня и получилось 5 подходов Ну здесь уже Не в полный сет Немножко просил СПП Может потому что Не совсем Отработана четкость Я Во время тренировок Порошочек тренировок Редко брал Сет Я делал В основном Ходы А это Неполные движения Поэтому Нету наработки Вот Видны недочеты Которые Выявляются На больших весах Будем работать Над ними В дальнейшем Ну здесь Естественно Настрой Потребовался Кураж Как вот На соревнованиях Возникает Когда идешь На какой-то Максимально Для себя вес И вот Эта Неизвестность Она конечно Подстегивает Подстегивает Для того Чтобы Побороть Этот вес Толчок Нормальный Ничего не могу сказать Ну а дальше Переходим Плавно К третьей части Видео Оп И это уже Следующий день После контрольной Тренировки Ну Вы сами Все видели Результаты 70-95 Я Ими Очень доволен Не ожидал Сам от себя Не ожидал Потому что Все время Тренировался На многоразовых Подъемах 5-6 подъемов Сложно было Спрогнозировать Свои Скажем так Рекордные Подъемы Ориентировался Хотел поднять 60-80 Но В процессе Разминки Понял что Могу больше 60 Например Вырвать А в толчке Даже Пришлось Взять Пятый подход Потому что Много не стал Заявлять Для первого подхода Все-таки Толчок Физически Сложное Упражнение Мало ли Как поведет себя Спина С первых же Подходов Поэтому Начал Осторожненько 75 И так До 95 В пятом Подходе Я поднял По поводу Подъемов Своих Я уже Сделал Комментарии Сейчас Что могу Сказать Тело Все болит Все мышцы Болят Потому что Выложился Видно На 100 Процентов И Что самое Приятное Из Всех Болей Меньше всего Болит Спина Ну как Не болит А она Такая Загружена Затружена Выполнившая Свою работу В таком Смысле Почему Такой Резкий Скачок По сравнению С тренировочными Результатами Понятное дело Что идет Адаптация Мышечная К нагрузке Это эффект Любого начинающего Спортсмена Все прекрасно Знаете об этом И Думаю Что тот месяц Который я потренировался Я как раз Именно Достиг Того тренировочного уровня От которого Нужно уже Тренироваться За счет Набирать Результаты За счет Тренировок То есть Пахать Пахать И пахать И 70-95 Это Не Говорит Не будет Говорить о том Что Я теперь буду Рвать 60 на тренировках Толкать 80 Естественно Я буду продолжать Так же Осторожненько Либо прибавлять Либо Ну Варьировать Нагрузки Надо не только Вес прибавлять Но еще и Уменьшать Количество Подъемов Увеличивать Количество Подходов На крайние веса Я например До этого Поднимал По принципу Ступеньки То есть Подход Сделал Прибавил Сделал Прибавил Дошел До последнего веса Выложился Все Мышцы забиты На этом Остановился Теперь нужно Немножко По другому Выстраивать Свои тренировки С оглядкой Естественно На спину И Также пока Оставляю Классические Упражнения Возможно Периодически Буду включать Тяги Приседания Потому что Куда без них Без этого Не будет роста Если будет Все хорошо идти Буду И В этих Упражнениях Также Увеличивать Веса Подходы Фармакологию Пока не принимаю Никакую Нет смысла Принимать Когда Идет работа На маленьких Весах И Практически Одно Только Упражнение Существует В тренировке Использую Сейчас В своей подготовке Комплекс витаминов И спортивного питания И Энергетик В качестве Тонуса После Рабочего дня Хорошо провести Плодотворно Тренировку Спасибо вам За комментарии Которые вы Оставляете За вопросы Которые задаете На них я отвечу В следующих Видео Сниму Один семинар На основе Ваших вопросов И до встречи На следующих Тренировках Продолжение следует...